Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Антон Лифанов и водитель Прохор Осипов. Ну а колесим мы по дворам и улицам Перми. На комфортабельном автомобиле Лифан Солана от компании Демидыч, что на КИМ-75. Уже не в первый раз телезрители сообщают нам о том, что у них в сентябре под окнами созревают необычные ягоды. И уже не в первый раз мы рассказываем о том, что это не что иное, как плоды ландыша. Вот такое удивительное растение. И по весне цветет красиво, и по осени глаз радует. Деревянный ящик и привязанный к нему розовый полиэтиленовый пакет. Такая композиция предупреждает об опасности всех автомобилистов, которые проезжают в районе 28-го дома по улице Революции. Ну а опасность эта для нашего города, увы, типичная. Открытый канализационный колодец посреди проезжей части. Не первый день он уже открыт. И ни одна машина в него колесами за это время угодила. Для жителей 59-го дома по улице Тимирязева, что есть дождь, что нет, все одно. Во дворе стоит огромная лужа. И осадки в ее образовании приняли лишь незначительное участие. Большая часть воды из водопроводной трубы. Как утверждают местные жители, труба бесхозная. А потому все попытки обратиться в коммунальные службы заканчиваются безрезультатно. В нашей рубрике, как в передаче, «Сельский час». Что ни день, то весть из полей. Точнее, из огородов. К примеру, Оксана Пермякова, собирая урожай на своем участке, обнаружила на грядке гигантскую свеклу. И прежде чем сварить из нее борщ, сфотографировала и прислала в нашу редакцию. В качестве кадра дня. Тем временем, Аня Подденных рассказала нам о том, что как-то в Анапе попробовала желтый арбуз со вкусом ананаса. Прихватила тогда от него семечки. И в этом году у себя в огороде на грядке точно такой же арбуз вырастила. Кстати, и нам семечки от него прислать обещала. Сразу после выходных в понедельник кого-то из наших телезрителей ждет приятный сюрприз. Подарок за лучшую новость этой недели. Но конкурс-то на этом не закончится. Так что мы по-прежнему с нетерпением ждем от вас сообщений, которые вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу дежурный по городу по телефону 2-630-300. И на этом заканчивает свою работу дежурная бригада в составе Анны Водоватовой, Антона Лифанова и Прохора Осипова. Хорошего вам настроения, независимо от капризов погоды. Удачи и до скорых встреч. Продолжение следует...